Здравствуйте дорогие друзья, с вами программа на youtube канале всегда ваш Марк Котляски. Сегодня мы проводим эту нашу программу в достаточно необычном формате, хотя мы к этому формат уже немного привыкли и сегодня опять роль ведущей будет исполнять Яна Вишнякова. Вот она представит своего гостя, представит меня заодно, так как она ведущая, ей карты в руки. Потому что будем мы говорить сегодня о предмете весьма необычном, то есть впервые, пожалуй, мы обычно говорим о литературе с Яной, о творчестве, связанном с литературой. Сегодня мы поговорим на другую тему и мы решили провести этот эксперимент по предложению Яны и посвятить эту передачу, которую мы сегодня записываем, тому, что называется танго. Такая необычная программа, она будет еще потом смонтирована позже, там еще будут введены, вставлены в виде ставок, я очень этого хочу, различные танцевальные номера. Но обо всем по порядку, мое дело было просто предоставить ведущую. Яна, пожалуйста, вам слово. Да, Марк, вас, я думаю, уже не надо никому представлять, все вас прекрасно знают. Игорь Фастовец, он преподаватель танго, аргентинского, подчеркиваю, а не бального, потому что это два абсолютно разных танца, о чем сегодня в том числе речь пойдет. Почему я захотела затронуть эту тему? Во-первых, это моя огромная любовь, этот танец, мое увлечение и в некотором роде даже, наверное, зависимость, сказала бы я. Об этом, я думаю, мы тоже сегодня поговорим. А Марк будет такой своеобразный сегодня ведущий. Мне скорее хотелось бы эту программу, вернее, внимание акцентировать в ней на том, чтобы развенчать какие-то устойчивые стереотипы относительно танго, которые, к сожалению, у многих людей в сознании есть. И даже, Марк, вы мне показывали одну, две песни на ваши стихи в стиле танго. Две, кажется, или одну, не помню. И, прослушав эту песню, я поняла, что вы, это мне так показалось, что вы тоже отчасти в плену стереотипов неких. Дафна, вы опять ведете? Простите. И мне бы сегодня, в том числе, вам хотелось бы, ну, немножко с иного ракурса, то ли, показать это явление. Это не просто танец, это культурное явление, я считаю, со своими отдельными гранями, сторонами. Это как отдельное измерение со своими внутренними законами. И для начала, Марк, я бы хотела спросить у вас. Такой вопрос вам задать. Когда вы слышите слово танго? Когда где-то, или читаете, или слышите, или, может быть, видите где-то. Какие первые ассоциации? Вот танго – это что? Какие, может быть, образы возникают? Это о чем танец? Это про что? Это как? Ну, вообще, если говорить по танго, понятно, что я, как бы, так сказать, дилетант, не профессионал. Я так силу чисто там чего-то там начитан, чего-то где-то прочитал, чего-то где-то слышал, чего-то где-то писал. Я знаю, да, прекрасно, что есть танго аргентинское, есть танго бальное. Что само слово танго восходит к нигерийскому слову, обозначающий танец с барабанами. Что вообще танго когда-то зародилось в южноамериканских, латинских, аргентинских кварталах в середине 19 века. И танцевали его преимущественно мужчины, потому, собственно говоря, и в танго ведущую роль играет мужчина. Женщины появились гораздо позже, потому что женщин тогда было достаточно нехватало для танков. И мужчины танцевали сами с собой, да, насколько мне известно. Потом уже танго имеет, на самом деле, огромное количество подразделений, там такие мелонги, кизомбы там и так далее, и так далее. Но дело даже не в этом. Для меня это как бы, я человек мелодии. Мне это как бы парабан, как это называется, как это классифицируется. Для меня главная эмоция. То есть я когда слышу танго, для меня как бы возникает некий образ южноамериканский. Борхес, да, там, так сказать, латиноамериканская школа живописи, латиноамериканские писатели. Это вот буйство красок южное, как бы, этот определенный ритм, который задает Кастаньета, там, все что угодно. То есть, может, это их стереотип, но, в принципе, я так его себе представляю, с одной стороны. С другой стороны, честно говоря, просмотрев там различные записи танцующих, никакой особой философии я там, честно говоря, не нашел. Ну, как бы, сводочный экран. И видишь, как там мужчина зажимает женщину, они, как бы, так сказать, выполняют какие-то определенные пакты. И при этом, как бы, так сказать, у женщины застывшее выражение ужаса на лице, а мужчина делает вид, что он сильно там страдает. И вот, так сказать, такой южноамериканский такой мачо такой, который, так сказать, схватив женщину в объятия, крутит ее по танцполу, и на этом, так сказать, собственно говоря, и выделывают различные пакты. Ну, вот, как бы, если в общем, да, в таком, так сказать. Поэтому меня больше волнует музыка. Музыка, я люблю музыку танго, потому что в ней заключена для меня волшебство в музыке, а не в танце. Танец для меня, ну, хорошо, ну, танец, ну, окей. Танцуйте и вы, да, что называется, так сказать, танец с барабанами, да, или, как вы правильно сказали, танец с розой. Я думаю, что, я думаю, что это, я так изложил, так, как бы, да, в видении, как бы, я читал, что очень многие так думают, и я не одинок в своем, да, Убердей. Опять-таки, так сказать, как говорил классик, кому и кобыла невеста. Вполне возможно, что, так сказать, действительно в танце кто-то может найти, как стоит найти черным квадратом Малевича и глубокомышленно говорить о том, что это напоминает ему черную дыру вселенную, там, и так далее, а потом выясняется, что этот черный квадрат висит вниз головой, да, то есть, как бы, ну, это как бы, это вот то, что я хотел сказать, как бы, ну, простите, если что-то не то сказал. Нет, наоборот, вы оказывается в плену таких ложных схем, ложных представлений, что я даже этого не остала, и тем интереснее, думаю, сегодня будет поговорить. Прежде чем дать слово, все-таки я на правах ведущего, маленькое замечание. Мало того, что сначала мужчины танцевали, в самом деле, только мужчины, а вы знаете, где вообще оно зародилось, так сказать, в каком месте, где? Ну, зародилось в Аргентине, и пришла она с африканской общины, которая живла в Аргентине, групп африканцев, которые жили там в Аргентине, это от них пошел этот танец. А более точно, это вообще танец, он возник в борделе, его стали танцевать в борделе. Пока, ну, да, да, давай продолжим. Давайте так поговорим все-таки об одном и том, что, да, смотрите, сейчас, на данный момент, да, танго, тентинская танго, это культурное явление, признанное ЮНЕСКО как культурное явление, это не совсем просто танец, не совсем хореография, не совсем музыка, только музыка, как таковая. Это именно культурное явление, да, и там в современном танго находят люди больше, в разных процентах то, что ищет, кто. Кто-то ищет музыкальность, кто-то ищет секс, кто-то ищет общение, кто-то ищет психологию, и поэтому, безусловно, оно все присутствует, но это очень сложная такая интересная алхимия. Как бы, то, что тиражирует массовая культура, эти стереотипы, ну, они просто стереотипы. А как они возникли, эти стереотипы? Почему они возникли? Ну, к сожалению, понимание того, что можно танцевать вовнутрь пары, друг для друга, быть в контакте, двигаться, при этом не наступая друг другу на ноги, да, это как бы, наверное, сложно объяснить. Поэтому есть понятие сценарио, да, то есть когда люди исполняют танец только для зрителей, им все равно, что происходит. Это заученный постановочный танец. Это заученный, либо импровизация, но в любом случае это танец, который неинтересен. Любой современный танец сейчас, да, это все-таки состояние. Будь то хоть контент, будь то это, ну, даже в хороших видах, это хип-хоп и так далее, да. То есть любое современное понимание танца это трансляция своего состояния, а не ты выучил там красивые прыжки, да, сейчас вот с отмороженным видом их демонстрируешь. С точки зрения аргентинского, да, зародился он, ну, мужчины танцевали, мужчины не танцевали с мужчинами, да, на самом деле. На самом деле они тренировались с мужчинами для того, чтобы не опозориться перед женщиной и так далее. Танцевали все-таки с женщинами. Просто женщин, да, был большой поток эмиграции, женщин было мало, по разным источникам, от 20 до 40 мужчин на одну женщину. Отсюда культура отношения к женщине и так далее. Ну, это истоки. Вот то, что он превратилось сейчас, оно впитало в себя очень много разных, культурных, так сказать, тенденций и так далее. И кизомба, кстати, к танго имеет ровно еще там никакого отношения. Его называют ангольским танго, но это совсем-совсем-совсем другое. Теперь такой момент по музыке, да. То есть музыка танго, я боюсь, что, к сожалению, многим неизвестна на самом деле. На самом деле для того, чтобы правильно танцевать танго, нужно знать периоды. Разные, есть старая гвардия, которая играла более ритмическую музыку, есть целые оркестры, и те, кто занимаются, они, безусловно, в курсе, для того, чтобы нормально танцевать. А то, что... Вы правильно сказали про барабан, но в настоящем оркестре типика, то есть оркестр, созданный для танго, там нет барабана. Да, там нет ударных. Почему? Вот, допустим, в том же бальная танго появилась каким образом? Если не ошибаюсь, 60-е или 50-е годы английская ассоциация бального танца взяла элемент из аргентинского танго и стандартизировала, так сказать, под свои цели. Получился совсем другой танец. Но там большую роль сыграла музыка, давлеющий барабан, давлеющий ритм. В танго партнер имеет право потанцевать мелодию, а девушку повести по ритму. Самому пойти по ритму, девушку повести по мелодии. Повести девушку по скрипке, а самому исполнить роль банденеона и так далее. Вариаций много. У вас нет такой... нелепой привязки к метроному. Это совсем другое. Вы танцуете друг для друга, а не для метронома, простите. И поэтому с точки зрения аргентинского танка, то, что происходит в Бальнамках, ну, допустим, есть понятие Кабисео, это приглашение взгляда. Я не могу подойти к девушке и сказать там, а ну давай. Игорь, мы сейчас... Давай, мы бракописел, чуть позже. Одну секундочку. Я выбираю музыку, мы становимся, и вдруг я от нее резко отворачиваюсь и начинаю куда-то бежать. Как в Бальнам танго. Ну, это бред. Более того, Бальнам танго, это... И вот, к сожалению, почему-то многим как-то трудно понять, что аргентинская танго, это тотальная импровизация. Нет никогда двух одинаковых танцев. Ну, это как джаз, я не знаю. То есть, там нет заученных связок, скажем так. О следующем шаге партнеры, по сути, что случится в следующий момент, они никогда не знают. Это тотальная импровизация. И поэтому каждый танец и танго в целом в моем восприятии, видении, это некий живой, подвижный и постоянно самообновляющийся организм. Теперь, а вот теперь, чтобы не сбиваться, я хочу дать слово тебе, Игорь. Вообще, вот расскажи, как происходят, как проходят танго-вечеринки, как они называются, по каким правилам. Потому что это не просто танц-вечер. Ты пришел и ты танцуешь. Нет. Там свои законы, там свои правила, там свои принципы, свои нормы, которые нужно соблюдать. Заходя в зал, где танцуют танго, ты попадаешь в абсолютно отдельный мир, где ты какое-то время будешь жить по совершенно иным законам, в чем-то отличном от тебе привычных. Да, это действительно, это как другое измерение. Танго-вечеринка называется? Да, танго-вечеринка называется мелонга. Есть слово мелонга в значении быстрый и веселый танец, он тоже там звучит. Но в данном случае мелонга идет как об обращении. Это название вечеринки. Там чередуются приглашения, допустим, то, что я рассказывал. Для чего это все так? Почему построено на таких принципах? Для чего они нужны? Если незнакомые люди из разных стран встречаются на одной вечеринке, чтобы они там друг с другом могли двигаться, могли танцевать, могли взаимодействовать, не зная языка, существует определенное правило. Допустим, если сталкиваются две пары, виноватся на задний партнер. И так далее. Нужно соблюдать рунду и так далее. То есть, ну, там много своих правил. Это было выведено годами для того, чтобы это было комфортное танцевание. Там не только звучит ни одно танго, то есть, звучит этот танго-вальс. Это гораздо интереснее, чем европейский вальс. Там полиритмия, это более сложно и интересно. Ну, по крайней мере, для меня, да. То есть, непримитивный ритм. И звучит еще мелонго. То есть, мелонго, я повторюсь, быстрый, веселый танец. Очень нравится отдельным дамам и не только дамам. В частности, мне. И так далее. Ну, это действительно, я вот соглашусь явно, что это отдельный мир, отдельное измерение. Особенно, когда это фестивали танго. То есть, они проводятся, как правило, где-то там или на берегу моря, или где-то в интересном месте, чтобы было как бы танго... Есть еще понятие танго-туризм и так далее. То есть, на самом деле, танго очень распространено сейчас. Кажется, в любом городе это несколько школ танго. И приезжая в любой фактический город, вы можете потанцевать, там, узнать мелонги, где проходят и потанцевать. Еще очень важный такой момент, я думаю, что у этого танца абсолютно нет возрастных ограничений. То есть, там не нужно... Это приветствуется, но не обязательно какая-то специальная физическая подготовка, скажем так, в любом возрасте. Если это не для выступлений. Ну, да, но это отдельное. Вот, кстати, Марк, то, что вы, скорее всего, видели, танго-номера, которые, как правило, показываются, ну, там где-то, я не знаю, там, в принципе, это как раз сценарий, то есть, это сценическая танго, оно рассчитано на зрителя, на, ну, написано по духу, даже по духу, ближе к бальному, не по движению. Часто это тоже постановочный танго. Ну, это показуха. Я это называю, я, кстати, очень равнодушна. Ну, смотрите, Марк, разные цели, да, если, допустим, в байленном танго или там, в любом сценическом танце вам нужно заучить движение, которое вам поставил хореограф, да, вы их исполните, и все скажут, молодец, Марк, две минуты, там, я не знаю, сколько там будет лицатанец. А другое дело, когда вы приезжаете в неизвестный город, да, то есть, в Израиле, я точно знаю, тоже есть танго, да, то есть, и много, и неплохого уровня, вы танцуете с неизвестной женщиной, вот это ожидание, какая она будет, вы становясь в пару, и, так сказать, объятия и так далее, вы сразу подключаетесь к другому человеку. Это очень интересно. Может быть, удачный, а может быть, и нет, не факт. Можно я немного возражу, да, потому что вы говорили, теперь я скажу. Модел в том, что вы говорите, мне все понятно, как бы, да, все очень интересно, но я вам скажу честно и откровенно, мне кажется, это немного искусственным делом, как бы, почему искусственным, я объясню, да. Вот представьте себе, да, скажем, православный человек, да, который вдруг решил заняться буддизмом, да, то есть, как бы, каким бы образом, как бы глубоко. Заняться буддизмом. Минуточку. Он православный человек, изучением буддизма, да, он православный, он стал, он говорит, ну, но я вот, мне очень интересно, что это такое, как бы глубоко он не залез в буддизм, да, буддизм будет все равно чужд ему, это не его природа, это не его органика, да, точно так же, как танго, это латиноамериканский язык, условно говоря. Нет, уже не рано. Это латиноамериканская природа, да, и все равно, что я, как человек, живущий в Израиле, исповедующий иудейскую религию, вдруг начну заниматься какой-то совершенно другой, посторонний, я могу ей заниматься, но только лишь, как некий экзотический интерес, то есть, это не в моей органике будет, не в моей природе, да, то есть, как бы, получается, что вы занимаетесь чем-то, что вообще чуждо вашей природе, есть, потому что то, что вы говорите, это как бы, то сказать, вот есть некий язык, мы его изучаем, нам это интересно, но это, так сказать, не ваш язык, это язык, который придумала Латинская Америка, для нее это органично, это в ее природе и в ее истории, это ее этнография, это не ваша этнография, у вас другие танцы, другая психология и другая философия, вот прежде, чем ты ответишь, очень маленькая, такая ремарка, во-первых, православный может стать буддистом, он может до такой степени проникнуть, он может стать тем угодно, Яна, я говорю, в любом случае, это будет чуждо его природе, проникнуть, это не будет чуждо его природе, стать тем угодно, можно стать, можно даже стать пастафарианцем и носить дуршлаг на голове, так что? А я, допустим, не принадлежу какой-то религии, я вот вне религии, и что чувство о моей природе, а что близко? Мне ближе к этизм, чем православие, мне лично. Татьяна, вы говорите в данном случае о конкретном вашем примере, а я говорю о конкретном. Все конкретные примеры, нет общих? Если можно, я отвечу. Смотрите, то, о чем вы говорили, это было бы справедливо совершенно, и даже на какое-то время было справедливо здесь, допустим, в Европе и так далее, лет, может быть, 10 назад, когда мы только узнавали эту культуру. Сейчас это трансформировалось, это не соблюдение аргентинских культурных правил, как таковое, это уже мировое достижение, это уже мировое культурное явление. Вот мы были на выходные в Днепре, там танцевали французы и так далее, то есть это не является аргентинским явлением. Уже нет. Уже нет. Буэнос-Айрес уже интересен, если раньше это было Мекка, но сейчас он больше интересен в плане истории, а по всему миру танцуют там. Даже в маленьких греческих островах есть школы тангов, понимаете? Это не... Это некий универсальный, что-то. Универсальный язык, да, он зародился в Латинской Америке. Но все меньше и меньше людей ведут себя как мачо, да, то есть это не... И уже не ходят люди, так сказать, со стилетами, дабы защищать свою честь на мелонге, да? То есть это... Ну, это было бы справедливо, когда мы узнавали эту культуру. Она сейчас очень изменилась, танец, и изменилась как бы традиция его, да? Я бы немножко по-другому сказала. Это все равно, чтобы... Это все равно, что сказать, чтобы обнять и понять и услышать человека, мне нужно принадлежать к какой-то определенной культуре. Давайте я скажу еще немножко, что пришла в голову, да? Английский язык, да? Не в этом быть англичанин, потому что... Он сейчас международный язык, да? То есть не в этом быть не англичанин, потому что говорить по-английски. Но это не значит, что владея английским, вы можете на нем писать. Таких единиц... Таких... Таких единиц... Таких единиц... Таких единиц... Но он сейчас другой. Он для безнородного общения... Марк, а у вас был опыт? Вы когда-то... Как вы вообще к танцам относитесь? Ну вот, вы любите, не любите? Может, там, занимались, не занимались? Вы... Ну, для вас в вашей жизни танец как таковой, он какое-то место занимает? Какую-то роль играет? Вообще, в принципе? Ну, это разница с точки зрения созерцательной. Я, в принципе, могу смотреть... Как наблюдатель, разве только что. Вот. Я, в принципе, знаю какие-то, так сказать, там... Все, что связано с танцами, во всяком случае, там, различными культурами в этом смысле. Да, так сказать. И не могу сказать, что он совсем не играет никакой роли. Но в последнее время как-то мне это становится все меньше и меньше интереснее. Потому что, как правило, из того, что я вижу, уходит глубина и остается в основном только техника. То есть техника исполнения, не более того. Никакой глубины, в основном только техника и показуха, так сказать. Да, то есть игра на публике. Именно. Вот абсолютно с вами согласен. Но вы верите в то, что можно шагом передать свое настроение? Состояние. Движением, характером движения. Вот вы, допустим, для выражения своих эмоций потребляете слова. Но можно это же сделать движением. Это как первая сигнальная система. Это, которая появилась раньше, чем речь. Я вам могу ответить на этот вопрос запросто. Значит, но я проведу другую аналогию. Вы знаете, что я как-то... Она как бы из другой оперы, но я думаю, что вы поймете, к чему я клоню. Я как-то брал интервью у знаменитого, я, по-моему, я не рассказывал, у знаменитого психолога, который, ну, в 70-х, 80-х годах его имя гремело по всему бывшему Советскому Союзу. Был такой Владимир Леви. Вот. Он автор многих книг по психологии, как бы. Он сейчас живет в Израиле. Я записал с ним несколько программ. И вот я ему задал такой вопрос. Я говорю, вы поймете, к чему, хотя я говорю совсем вроде бы о другом. Я говорю, что у меня такое ощущение, что, да, куча людей сегодня владеет определенными навыками преподавания психологии. Их научили. Их научили каким-то методикам. Они проходят курсы и учатся в университете. Но настоящих, но на мой взгляд, психолог настоящий – это дар. Это дар, который дается человеку свыше. И настоящих психологов можно по пальцам пересчитать. Все остальные только наученные, обученные каким-то методикам. Он со мной согласился. И я считаю, это касается всего. Это касается и танцев, и музыки, и пения, и театрального искусства, чего угодно. То есть, вот, к сожалению, это вот такова констатация факта. То есть, можно научить движению, можно научить слову, можно научить, но если у тебя нет дара, то все это будет суррогатом, это будет подобием, не будет глубины. Потому что, чтобы была глубина проникновения, надо обладать даром. А дар дается единицам. Вот в чем проблема. Поэтому, когда человек движется по сцене и хочет мне показать, что он движением чего-то передает, я ему не верю. Потому что это механическое движение. А на лице он что-то изображает, что у него какое-то там якобы переживание. Одну ремарочку, да, Марк? Это он будет. Смотрите, я абсолютно с вами согласен, тем более Леви, искусство быть собой, это правильно? Это его книга. Искусство быть собой. У него много Смотрите, чтобы это было справедливо, если бы вы говорили о преподавателях, есть масса плохих преподавателей, которые дают формальное движение. Первый момент. Второй момент. Не сцена. Вы танцуете внутри ронды друг для друга. Вы не на сцене. Вы передаете не... Вы не для зрителя. Вы не зрителям транслируете свои отношения. Вас зрители вообще не интересуют. Ну, по-хорошему. На самом деле интересуют. Это идеализированный момент. Часто нет. А часто нет. Часто девушки закрывают на мелангах глаза. Как вы думаете, для чего? От великой страсти? Нет. Она слушает партнера. Она слушает музыку через него. И это возможно. И этому обучаются. И этот язык существует. Иначе не было бы такой... Иначе бы танго существовало в форме какого-то... Сценарио. Да. Чисто. Пального танго. Как варианта. И все. Иначе бы это просто не было. Я бы сказала, что... Да. То есть это примительно скорее к таланту научить танго. А преподаватель, да. Это самого танго. Кто туда приходит и кто там остается навсегда, потому что это наркотик на самом деле. Ну, допустим, кто не пробовал там кокаин, да. Тот, кто его пробовал, он не может на пальцах объяснить, как это, да. Или там, я не знаю. Или кто никогда не пробовал алкоголь. Есть такая фраза хорошая. Танго выбирает своих. Не ты выбираешь танго, а танго выбирает. И это абсолютно верно. И много людей отсеивает, просто отваливает. И есть еще вторая фраза. Она, так сказать, с вашими словами. Нельзя научить танцевать, можно научиться. Если человек не хочет научиться, нельзя его научить. Окей, давайте вот разделим тогда пару вещей, да. Давайте разделим. Из-за того, что опять-таки вы говорите. Если мы говорим, принимаем на веру то, что скажем так, да, как бы танго не для посторонних зрителей. Вот люди собрались там в кружок себе и танцуют для себя. Окей, это легитимно. Это нормально. Да, вот они там, что-то они там себя чувствуют. Это их личное дело. Вот они там в кружке собрались и танцуют. Но простите меня, если это выносится на зрителя, то там действуют совсем другие законы. Тогда я, если в первом случае у меня вообще нет никаких претензий. Ради бога, вы сейчас встали и начали между собой танцевать. Это ваше личное дело. Вы получаете от этого кайф. Вы лично. Но если есть некий сторонний наблюдатель, как я, то я, извините, могу предъявить претензии, если это на меня не действует. Я вам приведу пример другой. У нас, к нам в Израиль водят, ну, самые лучшие спектакли вообще. Я считаю, что театр сейчас переживает, жуткие упадки. Я вам скажу, вот я вот смотрел несколько самых шумных спектаклей за последнее время. Тортьюв, театр Олинком, не мне вам говорить, что такое Олинком, и там, скажем, скандальный театр наций Гроза Екатерины. Внешне, режиссерски, с точки зрения пластики, с точки зрения рисунка образа, с точки зрения сценического воплощения, блеск, блеск. Ты смотришь, и ты понимаешь, это высокая планка. На эмоциональном уровне никакого воздействия, ноль. Потому что все ушло в технику. Я сижу на первом ряду, и я, который знает, что такое актерское мастерство, я вижу, что это на меня не действует. Что они действуют четко, как им сказал режиссер, четко режиссер развел мизоццены. Все четко. Высший класс, пластика, прекрасная постановка речи. Все великолепно. Не работает. Не работает на уровне эмоций. Вы сейчас говорите, вы на самом деле вот сейчас даже не противоречите всему сказанному. Вы говорите, если мы с танго проводим, вы говорите об сценарии. Есть чемпионат по аргентинскому танго, называется Мундиал и так далее, проводится в Аргентине. Вы говорите об этом. Я его не смотрю, мне неинтересно. Смотрите, Марк, то танго, которое сценическое, вот то, о котором вы говорите. Красивые пластики, красивые тела, но это неинтересно. Там и не будет, там и нет претензии на какую-то глубину и психологизм. В том-то и дело. А в настоящем танго, в аргентинском, не сценическом, а как явлении, как феномене некоем, там нет ориентации. Поэтому это смотрится не так эффектно, как на сцене. Откуда эти стереотипы в головах? Со сцены. Потому что, чтобы проникнуться танго, нужно зайти в этот зал. Зайти вот в этот круг вот этих людей танцующих. Проникнуться атмосферой. Иначе это будет вот то, о чем вы говорите. Я вам скажу другой момент. Когда идут выступления на хорошем уровне в фестивалях, там не нужен этот эффект. Там неинтересно. Там интересно, как маэстро будет интерпретировать эту музыку и лучше это будет импровизация. Вы понимаете, вы сравниваете выступления там оркестра большого и джаз, который сейчас... Например. Вот он сейчас... Я сегодня танцую, вот так, завтра я не вспомню, что я танцевал. Я танцую потому, что у меня будет другое настроение, другая женщина может быть. И так далее. Партнеры, кстати, все время меняются постоянно. Есть понятие танды. танго. Это четыре танца. Четыре мелодии. Четыре мелодии одного исполнителя, одного оркестра в одном настроении лучше с одним вокалистом. Если там есть вокалист, а не инструменталка. То есть я приглашаю девушку одну, я приглашу для того, чтобы потанцевать не лирически, другую, чтобы более спортивно и активно и так далее. Они меняются по настроению. В танго-вечеринках на меланге есть диджей. Поставить просто тупо плейлист и танцевать просто тупо под музыку... Это отдельное искусство вообще диджей на меланге. Когда ты диджейшь, ты смотришь, на что реагируют люди. Может, ты можешь сейчас быстрее, а может быть, медленнее, а может быть, сейчас лирики добавить. И это нормально, это интересно. Вообще для меня, вот я вот сижу, так и думаю, вот я часто это повторяю, для меня это даже во многом не танец. Нет, ну формально это танец с собой. Для меня это какое-то какие-то псих... Я не знаю, как сеансы психотерапии, но вот не терапии, Динамическая медитация. Да, динамическая медитация, потому что это... Хотя в каком-то плане и терапии, потому что это некое идет излечение часто у человека каких-то внутренних ран и травм. Мало того, танго, как по мне, это уникальная и стопроцентная лакмусовая бумажка, потому что там проявляется все от самого отвратительного в человеке, от такого, что в жизни ты и не докопаешься до этого, в другом, до самого прекрасного. Мало того, ты обнаруживаешь в себе абсолютно в себе же какие-то такие грани, такие желания, может быть, такие возможности, как вы говорите, дар чувствовать, которые ты часто, ну вернее, которые ты раньше в себе и не предполагал. Это развивается. Становясь в пару, вас невольно окутывает много ощущений, запах, ну и кроме этого еще настроение другого человека. Вы считываете другого человека. Помните, как был фильм «Аватар», они там вот с хвостами соединялись. Вот то же самое, только путем объятия. «Аватар», «Аватар» Вообще танго-пары это не два человека, это нечто другое, то есть это не два отдельных человека, это то какое-то целое, оно может быть и дисгармоничным, естественно, это не всегда, к сожалению, гармония, это какой-то непрестанный процесс самопознания. И я сейчас хочу воспользоваться, опиши свои эмоции как танцор, какие вот может быть у тебя, ну я не знаю, не хочу говорить самые яркие были, а вообще вот когда ты остаешься в пару и ты погружаешься в этот мир, потому что это на самом деле мир, что с тобой происходит, что внутри меняется? Ну смотрите, на самом деле, тут тоже такой интересный момент, если бы я был таким самодостаточным человеком, да, я бы танцевал бы сольный танец, то есть все хорошо. Фламенко там, например. Все хорошо, ну кстати, очень люблю фламенко. Но, становясь в пару, у меня появляются новые качества, то есть которые у меня нет и быть не может, да, иначе, то есть как бы это пара, это более сложная, и ты как бы действительно уносишься в другое измерение. Ну если это хорошее там, да, если это не, так сказать, бывает и провальное, безусловно, ну и слава богу. То есть, есть еще в тангомире понятие тангазм, простите за его, так сказать, озвучивание, да, это когда все совпало, звезды совпали. Музыка. Музыка, звезды, все вот, все на твоей стороне, да, то есть вы совпали в понимании танца, это было классно, и это не отмечается какими-то аплодисментами, боже мой, спасибо. У меня был такой эпизод в Санкт-Петербурге, нет, в Москве, танцевали с девочкой из Санкт-Петербурга, она сказала, что, я спросил, мы дальше танцуем, она говорит, нет, я ухожу, говорю, я удивился, говорю, а почему? Говорит, а лучше танга уже не будет. И она правда ушла, я думала, она вначале так немножко неправду сказала, то есть это то ощущение, которое такое незабываемое, которое ты иначе не получишь. Игорь, почему именно танго-музыка, именно, а это, мне кажется, отдельный какой-то пласт музыки, почему она неизвестна широкому зрителю? Почему так произошло? Потому что нужно немного, во-первых, она не такая явная, не такая навязчивая, да, нужно элементарное понимание, да, что это бандо-неон, что это партия бандо-неона, что сейчас играет пианино, допустим, в разных, но это, как правило, вам не нужно учить сольфеджио, да, то есть просто это объясняет преподаватель, но люди интуитивно это слышат. Интуитивно слушают большую тонкость, да, чем современная музыка, то есть тонкость в обыгровках, тонкость в диалогах, инструментах и так далее. Танго может танцевать как диалог, да, может танцевать как монолог, как рассказ мужчины, может быть еще что-то. Это не обязательно, мужчина ведет, а женщина следует, даже не точнее без этого, это уже в современном понимании неправильно. Он предлагает скорее, да? Мне нравится определение, женщина слушает музыку через мужчину. Какие вообще сейчас в мире, может быть, какие страны, может быть, выделяются особо сильными школами? Или это примерно сейчас уже равномерно распределено? Можно выделить какие-то страны? Нет, ну традиционно Аргентина, но сейчас это... А что сейчас в Аргентине, кстати, происходит? Там танцует вся Аргентина или отдельные города? Ну все-таки на самом деле это все-таки Буэнос-Айрес, ну если как-то сказать, по моей информации, да, все-таки это больше Буэнос-Айрес, но мне... Тут такой тоже есть интересный момент, да, то есть когда говорят, как танцует Буэнос-Айрес, а вы там найдете что угодно, да. Будете искать этот сценарий, вы найдете этот сценарий. Есть понятие еще новая танка, ну эго. То есть, допустим, это под современную музыку, но оно в каком-то плане сложнее, в каком-то плане проще, да. То есть вам нужно интерпретировать современную музыку, то есть электронику и так далее, там, или... Не танк. Скажем так, поэтому будете, найдете показательные скачки для туристов, ну да, будете думать, что Буэнос-Айрес это танк, вот такое. То есть, как бы, а в принципе сейчас разные страны есть, и чем интересен фестиваль, то что собираются разные люди с разными, так сказать, ну, иной раз не владея языком, но они могут танцевать друг с другом и находить, так сказать, общий, ну, прийти к общему танцу, да. Почему от танка возникает реальная зависимость? Даже когда ты хочешь его бросить, а такое бывает, что иногда думаешь, все, вот все к черту. Чем оно удерживает людей? Я думаю, вот той сложностью, которая пугает некоторых людей, то есть она ее удерживает, потому что ты можешь найти то, что тебе, ну, вот то, что ты сейчас ищешь. Это не значит, что танка решит твои проблемы. Это значит, что они проявятся, и ты как-то по-другому на них посмотришь. То есть, я еще раз повторюсь, может быть, и там и психология, и гендерные отношения, и музыка, и хореография как таковая. Там много чего очень, ну, такая жуткая алхимия, которая иногда перемешивается в слои, иногда не перемешивается. И то, что ты ищешь, ты чаще всего той не найдешь. А можно сказать, может быть, чуть грубо прозвучить, ну, так огрубленно, можно сказать, что в танка приходят из какого-то... Дефицита, нехватки, обустошенности. Очень часто самое яркое явление, когда люди, так сказать, из выражения, недообнимались, да, то есть им не хватает тактильных ощущений, и когда они становятся в пару, это шок. Это не, ну, как человек, не в детстве, не важно, то есть, как бы, не принципиально. Но, да, есть такое дело. Какое главное препятствие, может быть, у человека, допустим, он хочет, но боится стесняться? Что это? Это страх чего? Самопроявления? Это страх, скорее всего, быть... Допустим, для мужчины страх быть непонятым и показаться смешным в своих проявлениях. То есть, как бы, это необычно, это не речь, да, это необычное явление. Это вполне успешный мужчина, так сказать, в такой жизни, вне танка жизни, вдруг оказывается в роли начинающих. Ну, это несколько месяцев проходит, и человек уже начинает очень интересно и астроумно выражать себя, да, и так далее. И другим интересно, и это еще больше, так сказать, усиливает положительные моменты. Как твоя личная жизнь изменила танка, если изменила? Оно сильно. Мою жизнь изменилась сильно. Я занимался байлным танцем, да, и как бы решил попробовать разнообразить его. Я был уверен, что там вот мы бегаем с цветочками в зубах, да, а там вот с ромашками, ну, потому что так с розами не умеют, бегают с ромашками. Я думал, возьму несколько фишечек и все. А оно потом как-то так вот влилось в мою жизнь, и вот я сейчас преподаватель танго уже больше 10 лет, и как бы вот... Какой был у тебя из учеников вот самый старший возраст? Вот какие люди к тебе приходили? Там, начиная вот, там, например, с 20, там, ну, к примеру, и кончая... Скажем так, к 70, да, то есть... То есть это и о том, что этот танец не имеет ограничений, это в самом деле танец, ну, вот это даже не танец, это некое явление без границ. Да, его пытаются копировать, то есть мы там произнесли слово Кизомба, но там ряд отличий, которые не даст им просто даже сравниться. То есть мне очень нравится явное определение, да, про Дарью Донцову и Пруста, да? Да, это все равно, что после Пруста мы читаем Дарью Донцову, это примерно... Причем, иной раз нас очень убеждают, что это очень круто, я говорю, киваю, ага, да, я понимаю. Но все-таки танго это уникальное культурное явление. И мне кажется, Марк, еще пару минут у нас есть? Есть, пару минут. И мне кажется, вот ты в какой-то реплике сказал, что это в том числе и про гендерные отношения. У меня лично часто вообще возникает впечатление, что танго один из тех немногих еще каких-то средоточий, что ли, людей, где какие-то природой заложенные гендерные отношения сохраняются. Там есть понятие женственности, там есть понятие мужской чести. Расскажи об этом побольше. В том числе, кстати, об одежде, потому что все-таки есть определенные... Ну, не то, чтобы это строгие правила, танго, в принципе, можно и в джинсах танцевать отлично, но даже... Какая одежда в танго и какое это имеет вообще значение? Традиционно существуют мелонги, где куда вас не пустят, допустим, даже в серой рубашке. Рубашка должна быть белая, пиджак обязательно и так далее. Сейчас эти все такие, именно такого плана ограничения уходят. Но сам дух остается, да, все-таки желательно, если это не нового плана образца, но нового образца, да, этой самой... И опять же, по гендерному моменту, да, то есть в разных странах это по-разному. В странах СНГ это большой перекос в сторону женщин, да, то есть женщин всегда больше. Мужчины не танцуют, они даже ходят с трудом, да. Хотя, чтобы казалось естественнее, чем выражать свою любовь к женщине движением, да. Допустим, в той же Итайе или Турции там больше мужчин, насколько я знаю, и больше партнеров приезжает и так далее. То есть там это... То есть в разных странах разные взгляды, разное, так сказать, но... В любом случае это интересное явление каждой стране. Ну, я имела в виду гендер, но вот внутри пара, мужчина-женщина, все-таки отношения в паре, когда ты танцуешь танго, ну, вот отлично от того, что происходит, когда ты выходишь за какие-то пределы зала там того же, да, танк-зала. Ну, они также, мне в голову пришла такая аналогия, что они также отличаются, как музыка танка сложная, интересная. Где ты слышишь там тонкую скрипку, хор там и так далее, ну, скрипок, я имею в виду, и так далее. Как она отличается от современной примитивной музыки, да. Иной раз попсы, да, которые там сделаны левой рукой, понедельник. То есть точно так же там и отношения другие, да, то есть она очень отличается. И слава богу, и этим и интересны. А Пьяцола, Пьяцола это что? Танго Пьяцола. Пьяцола в свое время играл в оркестре Троэлла, да, то есть Аннибала Троэлла, хотя был выгнан за неуместные шутки, ну, по крайней мере, так гласит легенда. Да, Пьяцола начал в свое время, почему его не приняло танго-сообщество в свое время, начал уходить, так сказать, в симфоничность и какие-то джазовые моменты звучания, да, то есть он не является, Пьяцола лучше слушать, чем танцевать, да. То, что там его адаптировали хореографы и так далее, это одно, но для мелунги, для массового, так сказать, танцевания, ну, это не совсем то, не совсем оно, лучше послушать. Есть какой-то фильм, может, или нет, вот есть какой-то фильм из художественных фильмов, которые, в которых была бы тема танго, которые, может, тебя как-то запомнились или всплывают, или в кино, как правило, искаженное какое-то представление, вот, в художественных фильмах? Ну, если честно, по-моему, «Близкие объятия» было очень так, это интересно, Славик Иванов там с Улей Леоновой фигурировали, да, там был такой фильм. Да, по-моему, «Близкие объятия», то есть там, ну, уроки танго, безусловно, да, то есть все смотрят, всем нравится, запах женщины, я с него, ну, там танец смешной, корявый и неинтересный, но сколько людей он привел в танго. Да, ну, какая-то атмосфера, кстати, передана, какой-то свободы, спонтанности, импровизации и искренности, ну, тот знаменитый Аль Пачино сцена там. Ну, он слепой, еще нельзя забывать, что он слеп. Ну, да. Ну, это, то есть, так сказать, ну, не очень отражено это в массовой культуре. Скажем так, недостаточно, с моей точки зрения. Марк, хоть в чем-то вас удалось переубедить, хотя бы на какую-то толику? Или... Было очень интересно, но я должен поразмыслить, я не могу сразу, сразу дать какой-то однозначный ответ. Пока не попробую, что называется. Я думаю, что, во-первых, мы же еще вставим какие-то вставки музыкальные, танцевальные. Да, да. И это как бы... Но в любом случае, мне кажется, что разговор был очень интересным, и он будет с большой пользой его выслушают многие, как бы, не только я. Вот, у меня есть свое мнение, по-прежнему неважно, оно какое оно, но, тем не менее, как бы, я мелодист, я сторонник мелодии, поэтому я, как бы, мне... Я, как правильно... Много мелодии. Как раз там очень много мелодии. Я люблю больше слушать, да, иногда лучше слушать, чем танцевать. Поэтому, как бы, давайте мы действительно на этом завершим. Да, Ян? Значит, еще раз, я напомню, что мы записывали нашу программу, и была тема, одна тема, посвященная танго. Вот. И спасибо Яне и Володе, спасибо... Игорю. Игорю, прошу прощения, да, Игорю, за подробный и обстоятельный, я бы сказал, рассказ, детальный буквально. Я думаю, что он очень многих заинтересует, и если он действительно кого-то придет в танго, то это будет очень хорошо. А если кто-то заинтересуется культурой танго и захочет подробностей, это тоже будет хорошо, потому что, естественно, каждый танец имеет свою историю, свою философию, свою концепцию, свой подход. В этом ничего удивительного нет. Все на свете имеет свою какую-то подоплеку. Вот. Так что все, спасибо. Это была программа «Всегда ваш Марк Катарский». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, предлагайте новые темы. И я надеюсь, что вот эта программа как-то по-особенному нам запомнится. Всем спасибо и до следующих встреч в эфире. Если будут какие-то вопросы, то я думаю, что мы с Яной и с Игорем еще на эти вопросы, может быть, через какое-то время еще вернемся. Так что всем спасибо, всего хорошего, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok